Доброе утро еще раз! Это телерадиоканал Страна.ФМ. Здесь Влад Кутузов, Валерия Майорова. И мы не одни сегодня, между прочим, друзья. Да. У нас в студии появился уже обещанный и заявленный гость Николай Рогинский. Это великий путешественник. Он объездил 50 стран и каждый уголок России. Он написал книги, он играет в высшей лиге интеллектуальной игры, он издатель. Кстати говоря, это правда, что вы действительно в 90-е вот тот самый многотиражный, многомиллионный журнал «Вокруг света» редактировали? Ну, я его не редактировал. Я там работал и даже дослужился до довольно высоких там постов. Но, пусть это будет нескромно, но я скажу, что я имею отношение к тому, что он и тогда был в конце 90-х неплохим. И вот то, что сейчас он такой замечательный, да, я имею к этому отношение, это приятно. Николай, вот тогда, в 90-х, когда мы на красивую жизнь смотрели только по телевизору, насколько было реально путешествовать? Или тоже все это больше, так сказать, по наитию, по картинкам, по книгам писали этот журнал? Или выезжали все-таки? Нет, мы выезжали, и что удивительно, много ездили. Ну, не только я, хотя я тоже там поездил в разные страны. И даже у меня было приключение, совершенно удивительно, я могу попозже о нем рассказать. Вернемся обязательно. Сейчас я вспомнил, 98-й год, да. Нас расстреляли в Бразилии. Хорошо, что все закончилось хорошо. Хорошо, да, закончилось, но это была потрясающая история такая с полухорошим концом. Наши все коллеги ездили и писали вживую репортажи все, да. Да, начиная от Парижа и кончая Северной Кореей. Николай, а как все вот вообще началось? Ну, вот вы молодой человек, который с детства мечтал о том, чтобы вот путешествовать, смотреть страны, континенты и так далее и прочее. Или какой-то был щелчок, или какой-то... Моя мама мне рассказывала, ну, собственно, я, в принципе, это, наверное, помню, что когда я спал в кроватке маленькой, то я портил обои. И сначала повесили трех богатырей, чтобы я не портил, или, вернее, так, завесили ободранные обои, но я их тоже портил. А потом повесили карту мира. И я ее перестал портить. Не посигнул. Стал ее изучать. И с тех пор я знаю, где что находится, какие где столицы. И, в общем, таким образом я и в школе очень любил географию, и поступил на географический факультет. И, в общем, так стало. Я думаю, что с этого пошел. Как раз в тот момент мама заметила, что маленький Николай вот к чему особенно трепетно относится. Оказывается, не к трем богатырям, а к Катласу. То есть благодаря маме стали путешественником. Да, но что интересно, что три богатыря, видимо, тоже сыграли свою роль, потому что я работаю в Государственном музее Востока. Все-таки картина и музей, видимо, тоже как-то связаны. А потом, слушайте, они в какой-то... Это я только что сейчас понял. Они в какой-то степени тоже были путешественниками? Кстати, точно. Три богатыря. Следите за тем, что вешайте близко кроватки ребенка. Вот здесь пазл и сложился. Друзья, мы сейчас прервемся ненадолго, буквально через несколько минут. Вновь вернемся в эфир. Это «Страна.ФМ». Слушайте, какая интересная тема у нас и в кадре, и за кадром. Я хотела бы в нашу тему, в нашу беседу пригласить слушателей и зрителей, потому что соответствующий пост. Есть у нас вконтакте vk.com.stranafm и ватсап и вайвер 8-909-928-1-89-9. Задавайте свои вопросы Николаю Рогинскому. Николай, ну давайте все-таки продолжим эту тему. Закинули вот эту небольшую удочку. Бразильская тема какая-то совершенно потрясающая, неожиданная. И это то, что случается далеко не с каждым человеком, поехавшим даже в Бразилию. Ну надо вспомнить, вот 98-й год, май месяц. Мы поехали с моими друзьями, коллегами в Рио-де-Жанейро. Перелет был такой необычный. Ил-86 с посадкой на островах Зеленого мыса, город Прая. Потом в Сан-Паулу, остановка. Потом в Рио-де-Жанейро. На неделе, чтобы написать небольшой репортаж. Я помню первое впечатление, когда выходишь из аэропорта Рио-де-Жанейро. Номера на машинах, такие желтые, как американские, такие большие. И на них написано Рио-де-Жанейро. Так прям чувствуешь, вот оно, вот оно, счастье. Значит, нас поселили буквально там, вторая или третья линия от моря. И сказали, вы гуляйте, но только вот с собой ничего не берите. Тут могут там варишки какие-то. Ну так все очень не то, что там. Не, ну, братик, надо признать, там вообще как-то непросто с этим делали. Не, ну не надо ходить с дорогими часами. Может какие-то, не знаю, там цепочки кто-то носит или кошельки. Но ничего не взяли с собой. Пошли просто гулять. Взяли с собой камеру. Три, в общем, здоровых мужика. Пошли вниз, чудесно. Такие красивые люди. Занимаются спортом, бегают. Бензоправочные станции, на которых написано алкоголь. Там же теперь там заправляются. О, я не знала. Ты обрадовалась? Нет, ну я не знала. Виды, море. Правда, там, значит, это у них, как бы, у нас май. Значит, скоро зима. Южная полушария. Море такое небеспокойное. Мы идем вдоль пляжа. Слегка мой друг замочил белые брюки. Ну, в Брюк, даже, наверное, надо быть в белых брюках. И обратно мы идем по той стороне набережной, где гостиница, много людей. Вдруг подходит человек и снимает камеру с самого друга. Ой-ой-ой. Ну, видимо, что-то говоря, я уже сейчас не помню, мы ему так же вежливо говорим, что не надо, это не твоя камера. Он настаёт пистолет и в нас стреляет. Кошмар какой, какой ужас. Причем мой товарищ падает сразу, они садятся на мотоцикл и уезжают. Камеру, кстати, мы не отдали. У нас нет никаких документов. Я говорю на французском языке, я закончил французскую школу в свое время. Один мой товарищ говорит на английском, а в Бразилии говорит на португальском. Никто никого не понимает, ничего не знает, и нас везут в госпиталь потом. Ну, не для бомжей, но, в общем, для тех, кто без документов. Значит, моего товарища оказывается раздроблено шейка бедра. Кошмар. Я вот сейчас нервно улыбаюсь, я просто даже не знаю, как реагировать. Слушай, Николай, ну, если не брать, вот эти нюансы крайне неприятные. Все-таки оно закончилось же все равно, что закончилось. С тем, что страховка, которая, это вот очень важно, которая в компании Большой Эйджи была аж на 30 тысяч долларов, и нам казалось, что ее должно хватить на все, про все. Казалось, не так. Эти деньги, они вот на медицинские обслуживания только там 5 тысяч. 5 тысяч гробовых, там часть каких-то еще переводческих. И по приезде, что, ну, на самом деле, это надо там... Ну, в общем, смысл такой, что очень, да. Я собрал большую пресс-конференцию, работая вокруг света, и сказал всем, что вы напишите, пожалуйста, что дорогие туристы должны внимательно, извините, читать каждый-каждый пункт. Или, а еще лучше, чтобы обязать турческие компании разъяснять, как там и что, потому что вот можно попасть в такую нехорошую ситуацию. Но у меня остались газеты с фотографиями. Но все равно я в Рио-Душанейро всем рекомендую поехать. Не смотришь. В итоге все же живы-здоровы. Все живы-здоровы, да. Но вот мой товарищ перестал кататься после этого на горных лыжах и заниматься теннисом. А ситуация сильно изменилась. У меня подруга была вот этой зимой в Рио-Душанейро, также шла с фотоаппаратом, подошли и сняли. Все, давайте уезжаем из Бразилии срочно. Друзья, Николай Рогинский у нас в гостях. Мы продолжим разговор через несколько минут. Это телерадиоканал «Страна ФМ». Продолжаем говорить о путешествиях. И сердце у нас вот екнуло, вот иначе не сказать, от той истории, которую Николай Рогинский рассказал нам в прошлом выходе. Теперь мы точно знаем... В бразильской путешествии? Да. Что первое, когда ты собираешься в путешествии, это ты должен позаботиться о своей безопасности. Ты должен точно знать, что, куда, как бежать, куда обращаться и какие суммы и бюджеты, ну, та же самая страховая компания на тебя выдает. А вообще, вот, допустим, в кругосветку собираешься. Что нужно знать, что нужно для себя подготовить? Действительно, я в прошлом году еще собрался в одиночное кругосветное путешествие, которое я собирался сделать в этом году. Ага. Это, мне казалось, очень будет необычно и интересно, ну, во всем еще для меня. Такая история. В этом году Москве 870 лет исполняется. Я поздравляю нашу столицу. С наступающим. С наступающим, да. И наша страна... Москва находится на 56-й параллели. Я вот подумал, надо обойти земной шар по 56-й параллели. Но 56-я параллель находится в таком... Ну, здесь у нас и в России, и тут дороги есть, и города большие. А так, в принципе, вот так обойти не получается. Поэтому надо, во-первых, проработать маршрут, а во-вторых, понять, как сделать так, чтобы на эту ниточку, что ли, 56-й параллели нанизать те места, которые там находятся, и вот попытаться их пройти. Я понял, что за месяц-полтора я смогу это сделать. Бюджет я себе представил в 2 миллиона рублей примерно. Стал искать даже какие-то спонсорские деньги, даже что-то нашел. Москва, Владимир, Нижний Новгород, Красноярск, Севербайкальск, Тында, Камчатка, Ключевская сопка, Оливудские острова, Север Канады, Эдинбург, Глазго, Копенгаген, Ландскруна в Швеции. А вот эти вот бюджеты... И потом вернуться обратно через, уже с запада. Ну, то есть деньги в основном уходят на билеты, на проживание, на пропитание. На билеты, на проживание, на питание, да. Но выяснилось, во-первых, многие вещи невозможно предугадать, как пойдет, ну, с погодой, например. Вот как попасть на Ливовские острова, а там будет непогода. И сидишь где-то, и сидишь. Значит, явно можно в месяц не уложиться. Я все-таки работаю в Государственном музее Востока, и максимум на месяц и то. Меня бы отпустили. Ну, там взять еще больничный, но, может быть, можно договориться. Дальше мне посоветовали, что, чтобы было все хорошо, надо где-то взять наличные с собой деньги, там, на Камчатке, попасть на вулкан Ключевскую сопку. Ну, это сотни тысяч рублей. В кармане с собой понести. Интересно. Не очень, да. И, наконец, конечно, одиночное кругосветное путешествие, оно подразумевает, что я вообще один. А когда я один среди просто чужих людей, еду, лечу на самолете, еду на поезде, на автобусе, то это одиночное путешествие, оно уже совсем, не совсем одиночное получается. Поэтому, в общем, оно уже у меня в голове все сложилось. Я как бы уже пропутешествовал, в итоге я пишу книжку, как я не поехал в кругосветное путешествие. Надеюсь, она выйдет, может быть, даже вот совсем скоро. Так, про книгу мы поговорим подробнее, но прямо сейчас нам нужно прерваться. Это телерадиоканал «Страна.ФМ». Задавайте свои вопросы vk.com. Николай Рогинский у нас в гостях, друзья. Скоро вернемся. Утро страны на телерадиоканале «Страна.ФМ». Это телерадиоканал «Страна.ФМ». Мы продолжаем беседовать о путешествиях. Николай Рогинский у нас в гостях. И Николай, он посетил 50 стран, и практически каждый уголок Российской Федерации начал рассказывать нам про кругосветку. И тут я сразу расстроилась, что оказывается, если у тебя нет денежек, то путешествовать не так-то просто. Невозможно без денег путешествовать? Ну вот, можно и без денег, наверное. Но если у тебя очень много времени и нет никаких забот, ну, можно и без денег, я думаю, путешествовать. Но если все-таки по деловому, с правильным подходом, для написания книги лучше это делать подготовленным? Ну, можно. Не только для написания книги, да, лучше подготовленным. Но это ситуация, когда у тебя запланированы там 30 дней, могут растянуться там на полтора... Ну, не на полтора, хорошо, на полгода, грубо говоря. На полгода, потому что там тебе захочется сюда, сюда и... А вообще даже интересно, вот сколько может человек проехать, вообще жить без денег? Вообще, в принципе, это же даже интересная тема. Устроить такой турнир. Он же где-то будет устраиваться, подрабатывать, где-то в смысле... Проверить невозможно. На что-то заработать. Проверить, он же... Ну, как понять, он действительно без денег? Или где-то он немножечко там заработал, или кто-то ему дал вот... Ну, ну, ладно. Человек же не может не есть. Ну, в конце концов. Во-первых, он может подножным кормом питаться, а во-вторых, народ наш очень гостеприимный, могут кормить совершенно... Ну, кстати, да, тоже выход из положения. Ну, смотрите, кругосветка, что называется, не сложилось, но сложилась замечательная история с книгой, которая практически уже написана. О чем она? Она написана, да, мне помогают мои коллеги, те, кто меня там поддерживал, но... Она пока еще не вышла, я даже не знаю, выйдет ли она, но она пишется, да. Ну, в общем, допустим, вот человек, когда приобретает вашу книгу, что он там сможет интересного для себя почерпать? Это будет как бы готовый путеводитель по кругосветному путешествию по 56-й параллели нашего шарика. А все-таки вот та история с 56-й параллелью... 56-й параллелью, да, это будет вот прям вот он... выходит из Москвы, уезжает, выплывает, я не знаю, там... А на сколько готовый? То есть там даже будут всякие кафешки интересные обозначены? Нет, ну кафешки нет, конечно. Там будет обозначен маршрут, там будет обозначен примерный бюджет, там будет описание тех мест, которые стоит посетить, там будет написано, вот это сейчас я этим занимаюсь, какие сувениры стоит привезти из тех или иных мест, чтобы это кругосветное путешествие, кроме каких-то воспоминаний, может быть, фотографий, потом на полочке пылилось и напоминало об этом замечательном... Или дарить подарки. Николай, а в книге написано, что ни в коем случае не надо вам ездить в Бразилию. А Бразилия... Она не находится на 56-й параллели, поэтому о Бразилии вообще мы не говорим. Но есть много других замечательных стран, где можно провести время не хуже, чем в Бразилии. Например, в нашей стране. Да, давайте вот в следующем выходе как раз-таки подробнее поговорим о тех городах России, которые нужно, необходимо посетить, потому что мы живем действительно и не знаем, что находится рядом с тобой. А страна у нас огромная. И очень красивая. Конечно, да. Об этом мы продолжим разговор, друзья, совсем скоро. Николай Рогинский у нас в гостях. Кстати, свои вопросы можете задавать прямо сейчас. В нашей группе ВКонтакте есть специальный пост, так что пишите. Мы обещали рассказать про те города России, которые непременно стоит посетить. Николай, давайте рассказывайте, что мы... Потому что понятно, там Москва, Питер, Золотое кольцо, общеизвестные всякие... Я не могу вспомнить больше ничего. А вот именно потому, что мы нечасто выбираемся куда-то дальше, а страна в нереальных масштабах. Что больше всего запомнилось? Вы знаете, давайте так. Поскольку у нас не очень много времени, вот на 56-й параллели... Опять же. ...находится два совершенно замечательных места, которые я очень рекомендую посетить. И они не так далеко от Москвы. Это исток Днепра и исток Западной Двины. А что там такого классного? Исток Днепра находится в Смоленской области, а исток Западной Двины в Тверской области. Во-первых, очень красивая дорога туда. Ну, просто потрясающе. Знаете, ну, как бы без картинок сложно показать, но это надо съездить обязательно. И плюс вот само обихоженное место. На истоке Днепра монастырь. Естественно, вот сам исток обустроенный. И когда попадаешь, чувствуешь, ну, вот как здорово. То есть вот день просто вот изумительного такого вот какого-то путешествия. Говорят, что я это, там я был, и там, ну, поверьте, поезжайте. А вот исток Западной Двины, это следующее мое путешествие будет, ближайшее. Я думаю, что, ну, я готов рассказать это в следующий раз, но поезжайте, получите такое удовольствие. Просто это, понимаете, вот из нашего большого города, почти 15 миллионов. Да, мощь природы и красоты, и доброты какой-то, и чистоты, и по дороге все очень там, куда заехать. А вот по поводу, Николай, по поводу дороги, вы говорите, дорога, она есть там, дорога? Она не просто есть. Это можно обычной машине? На исток Днепра, да. У меня обычный седан на исток Днепра, там все положен грейдер, да, там не идеальный асфальт, как мы хотим, чтобы было с разделительной полосой, с отбойниками, нет. И она там и не нужна. Там очень аккуратно, ой, без ям, там, поезжайте. Да, говорят, на западной Двину там тяжелее, но в этом тоже есть своя прелесть. Да. Ну, можно взять машинку посерьезненько. А вот если махнуть, например, куда-нибудь на Дальний Восток, советую ли вы или нет? Да, Курильский остров. Вот пару лет назад мне довелось там побывать. Это другое. Это нам за какие-то секунды не рассказать. Это и медведи, и сопки. Китов не видел, а вот сопки, медведи, ги... Ну, это попадание какой-то на другую планету. И это все у нас. Тут пугает немножечко растение, потому что... Другое дело, там есть, на мой взгляд, один такой нюанс, это вот погода. Бывает такая непогода, и нельзя улететь оттуда. Ну, ничего, лишний день-два побывать на Курильских островах тоже. А что, можно на машинке? Долго, я понимаю, но... Я советую всем после того, кто меня слушает, прямо заходить в интернет, смотреть, любоваться, взбуждаться по-хорошему. И любить Родину свою. Ну, как один из вариантов, куда поехать, друзья. Прервемся мы вновь ненадолго. У нас в гостях Николай Рогинский. Продолжим разговор совсем скоро. Будьте здесь, пожалуйста. Ну что, мы продолжаем разговор наш. Николай Рогинский у нас в студии. Николай, давайте мы про музей. Уже 12 лет Николай является заместителем генерального директора Государственного музея Востока. И сейчас у музея будет день рождения. В следующем году Государственном музее искусства народа Востока будет мечеть свое столетие. Да, это такая чудесная дата. У нас совершенно замечательный музей. Поспользуясь случаем, всех приглашаю в гости. Никитский бульвар, дом 12А. Как мы будем отмечать наше столетие, мы пока еще, конечно, думаем. Я надеюсь, скоро гости нашего музея потенциальные все об этом узнают. Но что-то уже делается. Мы примерно представляем, как у нас будет наш выставочный план, какие выставки. Ну, анонсировать прямо сейчас, наверное, неправильно, потому что они еще окончательно не сформированы. Но будет очень интересно. Ну, я думаю, что всю информацию можно в режиме реального времени смотреть на сайте музея. Значит, через год, да, произойдет? Это будет... Ну, сам, как бы, день рождения у нас в октябре 2018 года. Но я считаю, что юбилейный должен быть целый год. С января уже. Абсолютно правильно. Тем более такая цифра более чем круглая. 100 лет. Да вообще не надо ждать день рождения, чтобы прийти в музей Востока. Идите, смотрите. Там потрясающие экспозиции. Вот прямо сегодня. Прямо сегодня. Каждый день, кроме понедельника, приходите. Сегодня понедельник же, нет? Сегодня понедельник. Мы после эфира можем собраться вместе на текст. Да, у нас замечательная вещь. Слушайте, ну и я знаю, что еще можно вас увидеть лично, пообщаться с вами обо всем том, что мы говорили в эфире. И не только в Сити-классе. В образовательном центре, да, Сити-класс. Интеллектуальная игра. Это же вот сейчас такая очень модная штука-то. Сейчас же все ударились в интеллектуальные игры. Их огромное количество. Все придумывают разные такие истории. А что у вас происходит? У нас мы назвали ее «Пища для ума». Вопросы на эрудицию, на смекалку, на знания, команды. Ну, понятно, что все это выросло, наверное, из что, где, когда. Весело, задорно. Весело, задорно. Иногда грустно, что не получается ответить. И мы попытаемся научить аудиторию, которая к нам придет, как вот отвечать на вопросы. Ну, то есть любой человек, который захотел собрать свою команду, он может ее собрать и прийти к вам, правильно? И заявить, что мы хотим поиграть. Да, а даже если он без команды, он тоже может прийти и... И найти команду уже у вас. И найти команду там. А может быть, он будет частью команды. А может быть, команда будет усеченная, и он такой умный, ему и команда не будет. Ну, давайте пригласим наших слушателей и зрителей еще раз, где и когда это произойдет. Ситикласс. Надо зайти на сайт, записаться, посмотреть. Я еще, честно говоря, не помню даже время. Ну, вот. Ну, еще зайти на сайт, посмотреть, как там все это проходит, и прийти и сказать, я умный, я интеллектуал, я хочу играть. Я буду делать команду. Пищать для ума будет раз в месяц, в течение ближайших четырех месяцев, в конце каждого месяца. Пожалуйста, я всех жду и приглашаю. Влад, ты не понял. Уверен, что будет очень интересно. Там, даже если ты не умный, ты приходишь и говоришь, научите меня, и Николай научит. А реально, если пришел человек, ну, так, ну, скажем так, не совсем умный, есть ли у шанса поумнеть чуть-чуть? Конечно. Отлично. Каждый день нас делают умнее, это точно. На этой оптичистической ноте я обязательно пойду. Я вас поймал на слове. Спасибо. И будем расставаться. Огромное вам спасибо за то, что пришли, рассказали, это было очень интересно. Спасибо. И надеюсь, что увидим вас еще в нашей студии. Николай Рогинский был у нас, писатель, интеллектуал, путешественник. Много кто еще. Большое спасибо. Спасибо вам большое. Ждем вас еще. Друзья, мы тоже прощаемся. До завтра. Лера Майорова. Влад Кутузов. Пока. На телерадиоканале Страна.ФМ.